И в очередной раз всем привет, сегодня будет ролик по игрушке Грэнни. Почему в неё я опять стал играть? Ну, помните, я тогда пообещал показать новую концовку и посмотреть, что же это за новый способ обороны такой появился. Да, и тем более, я тут проверил свой последний видос по игре Silent Hill. И там я заметил такую странность, почему-то у меня звук сбился. Я стал смотреть из-за чего, и это оказывается у меня в монтажнике проблема была. Там звук сбился уже сразу после того, как я закинул туда ролики. Я тогда смонтировал эту часть прохождения из двух роликов. И оказалось, что той программой, которую я обычно монтирую, для этих дел лучше не пользоваться. Так, ладно, пойдёмте. Так. Ага, вон уже бабуля идёт. Не, она на кухню ушла. Ладно. Так, что я хотел сказать. Я считаю, что, скорее всего, этот новый способ обороны находится вон за той дверью, которая закрыта странным электрическим замком. Скорее всего, здесь где-то есть переключатель. И да, кстати, я думал тогда сначала исправить эту ошибку со звуком в Silent Hill. Но, увы, это невозможно. Поэтому я просто заново сниму вот эту вот часть прохождения. Тем более, я ещё там далеко не продвинулся. Так. Ну что, бабулю не приходила? Ой, пришла. Срочно прячемся. Стоять. Я же хотел посмотреть концовку Game Over. Для этого мне нужно проиграть пять раз. Но нет, не сейчас. Сначала лучше уж найду переключатель. Ладно, если мы сейчас проиграем, ничего страшного. Но хотя, думаю, лучше... А, нет. На первый раз проиграл. Окей. Ладно, если уж сюда всё равно придётся вызывать бабулю, тогда давайте проиграем и второй раз. Так. О, пришла. Прячемся тут. Вот сейчас она глянется и даст нам по шее. Ха-ха, так и знал. Главное, сначала нас не заметила, как только оглянулось всё. Вот ты где, голубчик. Поэтому, если вы картину сбросили, то лучше не прячьтесь тут за дверью. А спрячьтесь под кроватью или в шкафу. Ну, собственно, мне наоборот надо проиграть, поэтому... Это не это я говорю только для тех, кто хочет сбежать от бабки. Просто совет. Ладно. Во-первых, сбрасываем эти ящики. А теперь идёмте вот сюда. Книга. Она нам не нужна. Так. Эй. Залезай. О, всё. Так. Смотрим, что тут. Эй. Нет, здесь кроме медвежонка и аккумулятора для машины ничего нету. О, а бабку уже капкан тут поставила. Дальше идёт. Да. Я ещё одну деталь заметил в обновлении. Ей поменяли глаза. У неё раньше другие глаза были. Там сразу два капкана. О, нет. Не услышала. Так, здесь кусок от дробовика. Да я уже все три куска заметил. Теперь, если захочу, смогу целый дробовик собрать. Но мне это пока не надо. Так, ладно. А что у нас в подвале? И в гараже? Так. Смотрим в бардачок. Нет, здесь ключ от арбалета. Ну, а здесь... А, ну да. В кузове теперь больше нет ничего, кроме вот этих вот пустых мест, которые надо починить. Ладно. Давайте тогда за арбалетом, что ли, сходим. Ой. Только этого мне не хватало. Ой. Ладно. А, это же уже... Это уже четвёртый день. Предпоследняя попытка. Так, ладно. На этот раз постараемся уж лишний раз не сливаться. Ключик я обронил вот здесь. Вот он мой ключик. Открываем. Арбалет берём. Берём дротик. И ждём бабулю. Так. А, вот. Пришла. Стреляем. Так, чтобы бабуля нам тут пока не мешалась. Ешь, 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 ешь. Так. Всё. Теперь она нам тут хотя бы, по крайней мере, не будет мешать некоторое время. Съедут. Ладно. Для чего я брал арбалет? Чтобы вот эту вот баночку сострелить. У нас тут отвёртка. Ладно. Возможно, этот переключатель находится вон там. Вот в том месте под лестницей, которая болтами закручена. Которая болтами тут закручена. Нет, здесь у нас ключ от сейфа. Ладно, тогда, может, в сейфе? Нет. Здесь у нас... Щипцы. Эй. А, не то. У меня аж shift, чтобы бросить. Не так клавиша. Перепутал. Ну, ладно. Попробуем здесь поискать. Ключ от этого, от домика. Я уже где-то видел первую шестерёнку. А, вспомнил, я её в раковине видел. Так, где-то тут я видел ещё ручку от колодца. Давайте в колодец, что ли, заглянем. Нет, я серьёзно. Я не знаю, где ещё может быть вот этот переключатель. Или я не знаю, что там будет. Так, вот. Ручка от колодца. Ну, ладно. Идёмте в колодец. Ну, не в колодец, а точнее к колодцу. А, у нас тут вторая шестерёнка. Так, ну, теперь я смогу заглянуть в этот домик. Так, так, здесь у нас бензин. Ладно. Так, где я этот ключик-то нашёл? Зелёный. А, в этом. В костиной, в костиной. Вспомнил. Я его в костиной же нашёл. Так, здесь, кроме записки от предыдущей жертвы, ничего нету. Опа, капкан. Значит, бабка уже возродилась. Да, и вон уже идёт. А мы были таковы. Ой, это нехорошо. Это очень нехорошо. Стоять, здесь же капкан. И где бабка? Оу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так, ладно. Где там мой арбалет? Сейчас мы её по новой пристрелим. Ой! Это было неожиданно. Как на зло, это последняя попытка. А я ещё до сих пор эту фигулину не отыскал. Нет. Нет-нет. Оу. Но-но-но-но-но-но-но. Не в этот раз. Блин, не могу подобрать дротик. А эта старая грымза уже идёт сюда. Ага, наверх ушла. Ну и... Что-то там застыло. Ой. Она нас заметила. Блин, как же мне тогда дротик подобрать? О! Смотрим, куда она сейчас пойдёт. О, она пошла в свою комнату. С отрубалкой головы. Или как это называется? Правильный шафот, что ли? Я не помню. Всё. Сейчас она... Ой! Нет-нет-нет-нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Только не сейчас. Капкан... Ну всё. Давай иди сюда, бабуля. Я готов. Пристрелю тебя. А, вот и идёт. Давай подойди поближе. Опа. Арбалет мы выбрасываем. Так, что мы там хотели сделать? А, вспомнил. Открыть домик. Вот ключ. Так. Теперь в окошко. А вот и домик. Замок открываем. Ключ выбрасываем. Он нам больше не нужен. И берём шестерёнку из ведра. Ставим её на место. Идём теперь за второй шестерёнкой. Где я её там видел? В ванной. О, капкан исчез. Интересно. В первый раз вижу такой баг. Ань, стоять. Куда я иду? Мне же сюда надо. Ставим шестерёнку. Что у нас тут? А, нет. Здесь оказался главный ключ. Не нужен он мне. Есть только одно место, где я ещё не искал. Это... Логово паука. А, хотя нет. И ещё одно же место есть. Это там, которое досками забито. Так, ладно. Сперва уж давайте... Попробуем отодрать доски. И посмотреть, что там. А уж потом к пауку пойдём. Ой! Ты больно быстро возродилась. Ой! Так, ну и куда ты сейчас пойдёшь? Наверх? Нет, к нам. Так. Давай, уйди подальше и не мешай нам. Наверх идёт. Спрячемся-ка в кровати. Ты ещё и капкан прямо у входа кинула. Блин, зараза. Как будто знает, что я именно тут. Да, и куда она пошла? В ванную? Или вниз? Надеюсь, что вниз. По-моему, вообще туда. Я не могу выйти из комнаты. Мне капкан мешает. Ладно. Так. А, значит, всё-таки вниз. По-моему, нам удалось обойти капкан. Так, бабуля в ту комнату ушла. Значит, будем подкрауливать её здесь. А для этого ещё торшеру уроним, чтобы она пришла побыстрее. Ну и столик. Ага, вот и бабуля. А, огонь! Ой, а я в капкан попался. Так. Ну ладно, и раз уж у нас есть арбалет, ведёмте сразу к пауку. Закроем его там. Да и что-то мне подсказывает, что там за этими досками находится мясо для него. Паучок. Сейчас мы тебя закроем. Всё. Ты нам тут больше мешаться не будешь, и посмотрим, что же ты охраняешь. Чё? Серьёзно? Ключ от засова? Да где переключатель-то? О! Он на столе лежит. Как же я его не заметил? Можно было бы даже паука не закрывать. Вот. Ремоут контрол. Это пульт, оказывается, вообще. Ну и этим пультом мне надо открыть эту дверь. Точнее, не саму дверь, а замок на ней. Так, юз. Этот выбрасываем пульт, дверь открываем. Что тут у нас? Пеппер спрей? А, перцовый спрей. Понятно. Теперь только остаётся дождаться, пока бабка возродилась, и мы испытаем этот спрей на ней. А потом можно будет проиграть. Да, надеюсь, мне поставят ту концовку, которая мне нужна, а не старую. Так, ну и где же ты? О! Я её слышал. Значит, вы сразу... О, вон она, вон она, вон она, вон она. Она идёт наверху. Ну всё, давай, сюда иди. Мы позвонили. Так, иди сюда. И... спрей! О! Она ослепла? А, серьёзно, она нас не видит? Ну-ка, попробуем нашуметь. На шум побежала, а нас не видит. Ха, вот это прикол. Да, но я боюсь, что... Этот эффект от спрея лишь временный. Ой. Ну что, уже прозрела? Ну что, уже прозрела? О, прозрела. Смотрите-ка. Спрей. И опять ослепла. Да. Кстати, интересно, а сможет ли она меня убить вслепой, если я к ней подберусь? Ну-ка. Опа. Смогла. Ну, посмотрим на концовку. Интересно, она там слепая? А, нет, это старая концовка. Сейчас она мне голову отрубит. А, нет, она здесь не слепая, а зрячая. Хм. Интересно. А я думал, что она будет слепая. Так, давайте еще раз попробуем, потому что это была старая концовка. Но сейчас мы уже играть не будем, сейчас мы уже просто проиграем пять раз. Нарочно. Понятно. То есть новый метод обороны от бабули это перцовый баллончик, который ослепляет ее. Так. Сейчас мы открываем дверь и сразу же бежим к бабке. Вот он я. Кстати, я где-то видел у ютуберов, очень многие ютуберы используют такой чит. Называется он Аутвид. Этот чит назван по имени одного иностранного ютубера, который его как раз таки и сделал. Этот чит, он тут позволяет в игре, например, в Грэйне или еще где-то разные приколы делать. Например, ты можешь быть бессмертным, ты можешь клонировать предметы, ты можешь ходить сквозь стены, ты можешь летать. Еще там много всяких приколов делать. Так, открыла дверь и сразу же нас грохнуло. Я вот все пытаюсь найти данный мод, но никак не могу его найти. Ну точнее чит. Не только, но в бабули Грэйне можно, например, с помощью этого чита играть за бабку. Или даже за ее паука. Так, это какой был день? Третий? Да, это был третий. Значит, нужно умереть еще два раза. О! На этот раз у меня было сцены, что мы встаем с кровати. В первый раз вижу такую штуку. Обычно всегда каждый день начинается с того, что наш герой встает с кровати. А тут уже сразу. День пятый. Последний день. Ага, теперь он снова с кровати встает. Ну-ка. Ну кровать уже с самого начала была вся в крови. Ну точнее не вся в крови, а на ней только пятнышко было. Ну скорее даже не пятнышко, а бедно. Ну и последний раз ударь меня. Ну что, это старая концовка или новая? Что? Да вы издеваетесь. Это старая концовка с подвалом. Давай. Похоже, мне придется... ...все это проворачивать в третий раз. Ну и в этот раз уже точно третью покажут. Первый день. Так. Дверь открываем. К бабке прибегаем. И люлей от нее битый получаем. А, точно. Ну давай. Все, я тебя жду. О, пришла. Тебе. Да, может среди вас есть люди, которые промотали это видео, видят, что я нарочно проигрываю и думают, что я нуб. Хотя на самом деле это не так. Это я проигрываю специально. Я проигрываю специально, чтобы увидеть, наконец, новую концовку. Все, это предпоследний день. Еще пару раз и, наконец, я это увижу. А, я уже слышу смех бабки. Быстро она вышла. Да, кстати, бабуля, пора вроде как елочку разбирать. Новогодние праздники уже закончились. Ну все, и получаем последних люлей. Ну и... Да, вот она, новая концовка. Мы в гараже. Перед дверью. О, папка села в машину, наконец-то. Такая машет нам ручкой на прощание. И заводит мотор. И... Все. Она нас переехала. Окей мой. О, и слышно на заднем плане, как папка смеется. Ну, вот она, наконец-то. Новая концовка. Все-таки я ее увидел. Ну ладно. На этом все. Ролик подходит к концу. Хотя тут еще много чего есть, что я хочу сделать в этой игре. Я хочу тут провести небольшой экспериментик с пауком. Но это, наверное, в следующий раз будет, так как это уже не вписывается в тему. Да и видос уже больно длинный получается. Поэтому на этом все. Но следующий видос я уже планировал сделать в другой хоррор игре. Про Момо и еще одну. У меня же я говорил, еще есть игры про Момо. Я еще не все снял, которые у меня в запасе. У меня есть еще две игры сейчас. Я их еще не снял. И следующий видос уже будет по одной из них. Ладно. До свидания.